Здравствуйте, уважаемые зрители! Как и обещал в этом видео, сегодня делюсь информацией о финансовой подушке безопасности. Реальность такова, что в жизни может произойти потеря дохода или возникнут непредвиденные значительные расходы. Как раз в этих ситуациях финансовая подушка безопасности поможет выйти из них, при этом не снижая уровень дохода семьи. И в зависимости от возраста человека, естественно, она будет меняться. Вот стандартные параметры, которые рекомендуются. Если вы молодой человек в возрасте от 18 до 30 лет, то желательно, чтобы имели запас средств на расходы минимум на 3 месяца. Соответственно, в возрасте от 31 до 40 это на полгода. От 41 до 50 на 9 месяцев. От 51 до 60 лет это запас средств на расходы на 1 календарный год. Но и людям старше 60 лет желательно иметь финансовую подушку безопасности на 1,5 года или 18 месяцев. Как ее можно формировать? Условно эти средства можно разделить на три группы. Первая это наличка. Если вдруг срочно понадобится, можно хранить на 1-2 месяца. Также следующая часть это гибкий депозит. Вклад на 2-3 месяца с возможностью досрочного снятия средств без потери процента. И третья часть это жесткий депозит с возможностью снятия досрочно средств и потери процента. Естественно, уважаемые зрители, у вас возник вопрос. А где же взять средства, чтобы сформировать эту подушку безопасности? Тем более, чем старше человек, тем ему тяжелее становится зарабатывать. Один из факторов это умелое и эффективное ведение семейного бюджета. К сожалению, это делают далеко не все. Но об этом уже речь пойдет в следующем видеоролике. Поэтому, чтобы не пропустить его, не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик. Ну и до новых встреч на YouTube! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!